Здравствуйте, это программа «Гость в студии» на телеканале Ника+. 2020 год был очень непростым, и тем не менее, нашим учреждениям культуры удалось это пережить. И как они это переживали, мы сегодня поговорим с директором Национального музея Республики Карелия, Михаилом Гальденбергом. Михаил Альминович, здравствуйте. Добрый день. Сложно ли было музею вот в этих условиях? И вот как вы узнали о том, что вводятся ограничения, какая была реакция вашей и ваших сотрудников на это? Да, вы правы, Александр, все непросто. Конечно, для нас это было неожиданно. Мы не планировали такого года, мы планировали развитие в 2020 году, много инноваций. Ну и вот весной прозвучало это слово. Но пандемия, вначале она так мягко вошла в наш дом, а потом мы поняли, что это всерьез и надолго. Я вот знаю, что выставочная работа и работа с посетителями, это только такая верхушка айсберга, музейная работа, но это очень важная вещь. И вот тут вот так в одночасье это все перерубили. Но чувствуется, что вы, так сказать, немало работали с музеями. Вот, правильно. Посетитель видит айсберг. Он видит выставки, он видит занятия, какие-то интерактивные, мастер-классы. А, конечно, основная миссия музея хранения. Вот там как раз меньше всего что-либо изменилось. Как хранили, так и храним. И надо сказать, что 2020 год был очень удачным на пополнение коллекции. Очень удачным. Вот, и в этом плане грех жаловаться. Но работа с посетителем, она, конечно, претерпела серьезнейшие изменения. Работать приходилось, что называется, с колес. Методом тыка, методом ощупи. Вот, потому что мы никогда не бывали в такой ситуации. Вот, надо сказать большое спасибо коллективу, что мы не прекратили свою деятельность. Конечно, мы попали в жернова всевозможных ограничений. Ограничений, особенно сходу. Просто был такой двухмесячный, как теперь принято называть, локдаун. Да? Просто закрылись. Вот, а потом потихонечку открылись, где-то в июне, между первой и второй волной. Вот, а потом начался турсезон. Совершенно сумасшедший. Знаете, если рисовать график нашей работы, то это будет такая синусоида с запредельным таким подскоком в летний период. Турсезон. Мы по посетителям перевыполнили план годовой. Я чувствую, что некоторые музеи потеряли действительно чуть ли не там огромную сумму. Причем мастодонты музейного дела. Эрмитаж, например, отменил льготы для посещения Эрмитажа музейным работникам. У нас есть удостоверение. Музейного работника. Это бесплатный вход в любой музей России. Но отменили. Было очень много жалоб. И я почувствовал, что люди хотят как-то компенсировать утраты. Вот. У нас вот... Но всегда по таким мастодонтам, по ним больнее всех это все удаляет. Да. Любые ограничения. Ну, вы же понимаете, что такое Эрмитаж? Это... Нескончаемый поток. Несколько сот метров очередь. Очередь. Она исчезла. Вот. И, конечно, такие мастодонты, как Эрмитаж, там, музей Пушкина изобразительных искусств. Это музей Тритяковка. Я не думаю, что какой-то музей сам себя кормит. Музеи по определению не могут быть самодостаточными. И Лувр убыточен. И Метрополитен. И Прадо. Но они, наверное, почувствовали упадок. Не будем больше о них, о нас. Вторая волна, конечно, накрыла нас ожидаемо. Мы подготовились уже. Уже опыта набили. Опыта набили. Да. Вы знаете, перевели работу в онлайн. Перевели работу в онлайн. И тут выяснилось, а как мы в этом себя чувствуем. Вот. И приходилось, что называется, тоже с колес принимать меры. Мы, например, ночь музеев провели онлайн. Ночь искусств в начале ноября провели онлайн уже. Но это не значит, что мы отменяли акции. Вот там. Все в музей. Вот только 26 декабря было. И 27. Подвели итоги. Конечно, они не сопоставимы с тем, что было раньше. Все-таки онлайн – это онлайн. А оффлайн – это оффлайн. Все-таки стекляшка, которая не заменит живого общения. Зачем люди ходят в музей? Люди ходят в музей за тем, чтобы пообщаться с оригиналом, с предметом. Поэтому-то и музеи выжили до пандемии, когда им непрерывно предрекали какую-то смерть на фоне гаджетов, на фоне того, что я сейчас могу зайти в любой музей мира, нажав пару кнопок. Но это не то. Понимаете? Все-таки люди ходят в музеи общаться. Общаться и с работниками музея, и с вещами. Поэтому в этом плане нам пришлось перестроиться. Больше работаем в онлайне. Выяснилось, что не все могут одинаково в нем работать. Да, многие не выдерживают. Знаете, вроде как ты на удаленке. Вроде как ты нужен, не нужен. Востребованность. Значит, надо организовать работу так, чтобы работа на удаленке была работой. В общем, вышли мы из ситуации. Сегодня нам вручили медаль за подписью президента Владимира Путина. Медаль Оргкомитета Победы. Мы очень много работали в области военно-патриотического воспитания. К 75-летию. Год-то был датский. Дата была. 75 лет Победы. И мы очень рады, что нас так оценили. Передам эту награду. Фонды музея. И диплом за подписью. Ну и Михаил Альбович, музей сейчас сам находится на пороге. Даты. Естественно. Как будете отмечать юбилей? Отмечать будем. Перефразирую. Отмечать будем. Не расстроитесь ли вы, если это придется делать онлайн? Онлайн. Во-первых, есть плюсы. На конференцию, меняющийся музей в меняющемся мире, можем пригласить любого иностранца. Любого специалиста в области музееведения. Просто путем включения. Обычно это было дороговато. Хорошая гостиница, гонорар за выступление. А сейчас можно выиграть. Так в 21-м году, вот в этом году уже, нам исполняется 150 лет. Мы очень гордимся этой цифрой. Мы один из старейших музеев на Северо-Западе. И постарше многих столичных музейных мастодонтов. Вот. Значит, 150 лет с того момента, когда наш основатель Григорий Григорьевич Григорьев посадил этот саженец в комнате в 60 квадратных сажений, которую он выделил из своей квартиры. Там была бильярда. И он повелел создать музей. И дал на это два года. Потому что очень грамотно приказал создать коллекцию вначале. Музей начинается с коллекции, а не с повеления открыть музей. Вот. Поэтому чиновники два года натаскали хорошую коллекцию. Она жива. Мы ее раз в пять лет показываем. Она пережила революции, эвакуация. Вот эту первую самую коллекцию. Да. Григорьевская. Мы ее так и называем. Вот. И у нас в комнате, где открыт музей, в зале, в конференц-зале, помещен вот этот предмет под номером 34. Ну, один из первых. Это форма для выпечки пряников. С гербом, значит, России и львятами внизу. Россия побеждает Швецию. Ага. Вот. Не надо забывать, кто наш сосед был. Вот. Финляндия входила всегда в кого-то. Так вот, из этого маленького саженца, непрофессионального еще музея, вырос мощный музей. Сегодня музей это почти 230 тысяч единиц хранения. Музей измеряется фондами. Вот. У нас есть шедевры, которые показываются и не показываются. Ну, музейщик всегда любит показывать. Поэтому экспозона это наш кайф, где показывать, да. Ну, в этом году мы выросли экспозону, и у нас появился еще один филиал в Беломорске. Музей Карельского фронта. Это была очень непростая работа. Прежде всего, для для коллекции фондовой. Вот. Нам пришлось очень много сделать для того, чтобы как-то оснастить. Более 600 предметов уникальных мы передали в Беломорск, в музей Карфронта. Вот. У нас совершенно уникальные два проекта состоялись в этом году. Проекты один по фонду Потанина. Это наш музейный Оскар. В музее появился музейный магазин. Очень хороший. Музейный магазин. Вы знаете, я не буду озвучивать сумму дохода, которую он нам дает. Вот как раз в условиях пандемии. Вот. Это очень хороший шахматный ход. И еще один проект интерактивной истории. Это по приграничному сотрудничеству. В музее появился бинокуляр. Можно в бинокуляр увидеть, как выглядела площадь 100 лет назад. 200 лет назад. Круглая площадь. появился макет круглой площади. Полностью переоборудовали двухуровневый зал с чугунной лестницей. Я не могу сказать, что год был провальным. Вот он сегодня завершился этой медалью Владимира Владимировича Путина. Но дело даже не в наградах. А дело в том, что мы старались очень много сделать в этих непростых, очень непростых условиях. И, конечно, накануне 150-летия я приглашаю всех в наш музей. Я думаю, что пандемия пандемии, мы когда-нибудь будем об этом вспоминать. и думаю, что все-таки мы этого мышиного короля победим. Хочется надеяться, что уже в этом году. Заразу. Да, ну, что уже хотя бы частично празднование юбилея Национального музея прошло не онлайн, а оффлайн. Михаил Владимирович, спасибо вам за интересный рассказ. И еще раз хотелось бы поздравить вас с наступающим юбилеем. До свидания. Это была рубрика «Гость в студии» на телеканале Ника Плюс. До новых встреч.